Музыка Сейчас жалобы какие? Позвоночник так болит у меня, спина. Куда-то отдаёт? Да, в левую ногу. Они менее в ноге есть? Да. Более 20 человек в день. И каждому нужно не просто выписать рецепт на лекарство, а выслушать, иногда успокоить, вселить уверенность, а иногда сделать замечание и выговор. Так что врач в поликлинике – это не только медик, но и психолог, воспитатель, а порой и нянька для особенно нерадивых пациентов. Постоянно приходится терпеть какие-то лишения, то есть там и в материальном, и в каких-то других вариантах. То есть это всегда трудно, это всегда сложно, это всегда на эмоциях. То есть приходится сдерживать себя, то есть чтобы понять, успокоить, где-то принять. Ну, как и все мы люди, то есть где-то получается, где-то не получается. То есть все в этой жизни, все хватает. Наверное, попроще работу, может быть, была, но более такая-то легкая. И тем не менее, за три года работы в Саянской городской больнице Ирина Васильевна завоевала любовь как коллег, так и пациентов, которые считают ее одним из самых внимательных и чутких врачей больницы. Сюда смотрим хорошо. Расслабили ручку. Ручку расслабим. Все зависит от того еще, какое настроение внутри доктора, внутри врача. То есть иногда бывает, что и негатив на негатив идет. То есть иногда, очень долго, но в любом случае успокаиваем и пациента, и успокаиваемся сами. То есть все бывает. Ну, нельзя сказать, что это все гладко, что там гладко бывает только тогда, когда либо не работаешь, либо не знаешь, либо не обращаешь. То есть тогда все гладко, пришел, не пришел, увидел, не увидел. А если действительно что-то пытаться понять, то бывает и ругают, бывает и благодарят, и любят, и уважают. Ну, бывает все. В детстве медицина девушку не привлекала. У Ирины были другие планы. Судьба ли, воля ли случая, повернула так, что именно эта отрасль стала ее. И вот уже 15 лет белый халат – основной наряд на работе. После школы не поступила в НИАС, скажем так, не добрала один балл, поэтому вернулась в свой город, в Саянск. Пошла в медучилище, которое закончила с отличием. И уже будучи студенткой медучилища, поняла, что мне это нравится, что, наверное, это мое. Поэтому, окончив уже медучилище, год отработала в Иркутске, потом поступила в институт, закончила его. То есть сейчас могли бы быть учителем уностранного языка? Да. Направление же – неврологию. Ирина Васильевна выбирала более осознанно. Интересная наука, говорит она. Ведь каждый пациент у невролога уникален. Четкого и ясного, подходящего для всех рецепта лечения нет. В каждый случай – своеобразная головоломка. Здесь затрагивается и психиатрический фактор, и неврологические аспекты, и психосоматика человека. То есть, как правило, это все вместе, в совокупности идет и накладывает такой отпечаток. Тяжело в плане того, что ограничить, наверное, где само заболевание, а где просто психосоматика у человека, когда это все надумано. Либо там социальные аспекты какие-то играют роли, неудовлетворенность жизни, там, семейной, материальной или еще что-то. То есть, голова может болеть только из-за того, что сам себе чего-то накрутил. Голова может болеть, да, по разным поводам. Выспался плохо, эмоционально не разрядился, какие-то домашние проблемы с ребенком, там, с мужем или еще что-то. На работе какие-то неурядицы, метеозависимость, допустим, поменялась погода с холода на тепло или обратно. Все это играет большую роль. И поэтому для вас в работе очень важно разграничить, где... Естественно. То есть, просто так голословно же нельзя сказать, что выпейте вот эту вот таблетку, и вам станет хорошо. Если бы это все было так просто, наверное, у нас бы сами и лечились, и все бы, и не было никаких очередей. Но вот рассказывает о своих врачебных победах Ирина Васильевна неохотно. И вовсе не потому, что их нет. На результаты лечения у Ирины Величко пациенты не жалуются. Просто характер такой. Помогла, и слава Богу, чем гордиться и чем хвастаться. Такая работа. Лучше взглянуть на себя с улыбкой, без лишнего пафоса. Я помню своего первого пациента. Это было в 10-й клинической больнице на Синюшке в городе Иркутске. Он был с моторной афазией. Я его долго очень пыталась разговаривать. Он не хотел. Просто мне передали палату, и как бы еще не зная, не читая истории, была на осмотре. Я пыталась очень долго и разбудить, и разговаривать. Абсолютно не реагировала. Прошли годы, накоплен опыт. И все же Ирина Васильевна считает, что врач – это та профессия, при которой ты – вечный ученик. Что-то приходят новые, какие-то новинки, что-то из препаратов, тактики лечения. Все это меняется. Это же все равно как бы медицина не стоит на месте. И нужно быть в курсе всего этого. Если ты остался на том уровне, когда закончил институт, то это грустно. Профессионализм и стремление к совершенствованию, трудолюбие и терпение. Эти качества характера для врача просто необходимы, считает Ирина Васильевна. Ведь лечение людей – не просто работа, а ответственность за чью-то жизнь, чье-то здоровье. Все тоже, да? Да. Там уже поясы, я уже чувствую. Ответственный эпидантичный человек на работе, вне стен медицинского кабинета Ирина Васильевна – человек, увлеченный и увлекающийся. С удовольствием играет на гитаре, собирает коллекцию, казалось бы, ненужных, но таких веселых и милых вещей, как колокольчики. Коих у нее более двухсот. Любит лесные прогулки и смену обстановки. Кстати, и всем своим пациентам она советует просто любить жизнь. Тогда и болезней на земле станет меньше. Ну и верить в чудеса. Когда люди чем-то заинтересованы, то есть находят себе хобби, находят единомышленников, находят себе занятия, не отвлекаются от самоедства, они перестают жевать эмоциональную свою жвачку, которая там что-то болит, что-то не устраивает, что-то беспокоит. И почему говорят, что поверьте в чудо, да, и чудо придет. То есть очень много бывает такого, что действительно прошло, потом просто удивляются, знают, кто это помог, Бог, Бог, не Бог, там какие-то чудеса, но они бывают. То есть вы верите в чудеса? Конечно. Не визу этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok